Главный атрибут нового года уже в Одессе. Практически в каждом районе города развернулись елочные базары. Ели, пихты, сосны можно купить любой высоты и любой пышности. Сосен пока что меньше всего, а цены стартуют, начиная примерно со 100 гривен. Продавцы говорят, что торговля пока не идет полным ходом. Одесситы не спешат скупать новогодних красавиц. На новом рынке улица Коная почти полностью заставлена соснами, елями и пихтами. Пока прибыли первые партии, интересуемся стоимостью. Какая ценовая политика? Сколько примерно стоит? У нас 300 и выше идет. А покажите, какая за 300 можно выбрать? Пожалуйста, выбирайте. 450. Это 450? 450, так. Хорошо. А вот допустим такая вот высокая? Такой 2 500, есть 3 там. 300 гривен. То, что надо. Пышная, гарная, елка, пожалуйста. А от чего зависит цена? Ну, на рост идет у нас. Интересуемся стоимостью новогодней сосны на той же улице. Нам говорят 500 гривен в потолок. Это если дерево пушистое и высокое. Скромную полутораметровую сосну можно взять за 100-150 гривен. Она не маленькая, конечно. Вот такой 100 гривен можно дать. Ага, это будет за 100 гривен? А если вот я хочу за 500? А вот 500 у меня самый большой. Смотри, вот она. Вот она. Цель дерева почти, понимаете? Это будет 500. При выборе новогоднего дерева стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на легальность его происхождения. Обязательно на каждом дереве должен присутствовать чип, с помощью которого можно узнать, в каком лесничестве была выращена елка. На многих стволах и ветвях отсутствуют бирки с индивидуальными номерами, которые свидетельствуют о легальности происхождения елки. Они могут быть двух типов – самоклеенными этикетками или пластмассовыми бирками-стяжками. Продавец говорит, что штрих-коды не цепляют, поскольку они быстро портятся и слетают. Скажите, а почему бирочки не на деревьях? Нам показали бирку со специальным штрих-кодом. Вбиваю номер на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Результаты проверки показывают серию и поставщика. Дерево легальное, но почему бирка не на дереве – вопрос. На следующих двух точках возле привоза картина почти идентичная. Цена новогодних красавиц стартует от 200 гривен. Елки, сосны есть, и такие есть. Вот такие вот размеры. Кироваются, и надо. Примерно сколько она стоит? Ну, 150 до выше. А вот такая вот сколько может быть? 200 гривен. Такая 200 гривен? 200 гривен, да. Ага, скажите, а где чипы на них? Вот, пожалуйста. Вот. И снова, чипы есть не на всех деревьях, хоть они пластиковые, портиться не должны. Покупатели знают, что интересоваться законно ли спилена праздничная сосна или елка необходимо. Но, говорят, на выбор этот фактор особо не влияет. Вы знаете, на что стоит обращать внимание при выборе на выборе? Ну, по-моему, эти браконьерские. Потому что должна быть печать внизу. Ну, в принципе, да. То есть вы знаете, что на каждой елочке должен быть свой значок? Вы так и выбираете, да? Нет. Нет. Я так и не выбираю, но мне на самом деле стыдно за мое такое безответственное отношение к этому делу. Ну, не знаю. Я почти нигде не встречаю, чтобы были какие-то печати. И, опять же, если бы это было так страшно, почему наши браконьеры не борются с этим делом? Почему браконьеры в таком огромном количестве стоят? Возле Парка Победы теперь тоже можно приобрести новогодний атрибут. Сначала узнаем цены. Как в прошлом году? От 50 и выше чуть-чуть. Ну, 50 это именно такие вот, да, вот собранные? Да, 50, 80. А вот именно полноценное дерево? Есть 200 гривен, 250 гривен, разное. Ну, здесь минимум дерево. Здесь 200, да? А максимум потолок? Максимум есть 300, 400. Разное, очень разное. Проверяем легальность деревьев. 0. 0,16. Эти новогодние красавицы приехали из Кодемы. В скором времени елочные базары появятся и в спальных районах Одессы. Тем временем, горожан призывают отслеживать нелегальные торговые точки и о нарушениях сразу же сообщать в полицию. Светлана Довжук, Владимир Ивжич, Телеканал и Репортер.